Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габеша. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Интересы Сочи теперь представят они. Избранные депутаты законодательного собрания края шестого созыва сегодня получили удостоверение. Тело погибшего в Сочи дайвера подняли на поверхность. Поисковая операция заняла двое суток. Конструктивный разговор вместо громких требований. Пострадавшие при покупке жилья сочинцы присоединились к всероссийскому митингу обманутых дольщиков. Сочинские самбисты заработали путевку на первенство страны. Спортсмены отключились на всероссийском турнире Кубок двух морей. Юбилей региона. Краснодарский край. Грандиозным праздником отметил 80 лет со дня своего основания. Главные торжества прошли на площади перед баскет-холлом в Краснодаре. На территории более 20 гектаров развернулись настоящие казачьи подворья, в которых до мельчайших подробностей воссоздали старинный быт. Курени представил каждый из 44 районов Кубани. Везде свои обычаи и традиции. Губернатор региона вместе с другими гостями праздника погрузился в историю. Вениамин Кондратьев зашел почти во все Курени. Единственное, что было одинаковым – кубанское гостеприимство. Гости долгожданные, заходите в гости наши зоны. Мы отвечаем за нашу землю. Все ребята отвечают за то, чтобы она голосилась, расцветала, набирала экономическую мощь. Девчата отвечают за отчаян, который должен-должен теплиться в каждой кубанской крае. Все мы хозяева это объясняют обо всех нас, тех, кто живет на кубанской земле, в нашем Краснодарском крае. Зайдя в подворье Туапсинского района, Вениамин Кондратьев пообщался с орлятами, теми, кто отдыхает в знаменитом всероссийском детском центре «Орленок». Губернатор напомнил, Краснодарский край делает все, чтобы быть местом, где молодежь видит свое будущее. Нам нужно возродить движение, которое тоже винит молодежь. Сегодня мы это делаем с юбанской молодежи. Молодежь тоже должна иметь свою организацию, куда им можно сюда прийти, получить поддержку. На самом деле всегда вместе по жизни легче и успешнее идти. Поэтому молодежь должна быть вместе. Это будет огромная сила в нашем крае. Я в это верю. А вы это верите? Удачи вам всем! Поздравить Краснодарский край с праздником приехали полномочный представитель президента России Владимир Устинов и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. А перед началом концерта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что главное достижение региона за все 80 лет – это его жители. Краснодарский край – поистине благословенная земля России. История нашего края, как человеческая жизнь – это события и люди, которые своим упорным трудом сделали наш край процветающим, самодостаточным, динамично развивающимся регионом России. Низкий вам за это поклон. Краснодарский край – опорный регион страны. И это не только современный агропромышленный комплекс и основные курорты России. Это многомиллиардные инвестиции, современные промышленные предприятия, передовые технологии в медицине, строящиеся школы и детские сады. Дорогие друзья, я благодарен каждому из вас, кто своим трудом создал наш край, кто внес свой вклад в развитие Краснодарского края. Мы можем сегодня гордиться своими городами, станицами, нашим краем. С праздником, с 80-летия нашего Краснодарского края. Если мы с вами глянемся назад на 15 лет, это не такой большой промежуток, но за это время сделан значительный шаг вперед. Стали красивее наши города и станицы. Построены школы, детские сады, восстановлены храмы. Кубань становится краше, Кубань становится замечательнее. В день празднования юбилея Краснодарского края 17 государственных и региональных наград получили жители Кубани. Это врачи, экономисты, аграрии. Те, кто своими делами внес вклад в развитие региона. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Избранные депутаты Законодательного собрания края 6-го созыва от Сочи сегодня получили удостоверение. Их вручили на итоговом по результатам выборов заседания избирательной комиссии курорта. Удостоверение депутатов сегодня получили трое победителей – одномандатников по курортному, центральному и морскому избирательным округам. Председатель Сочинского избиркома отметила, что выборы прошли без существенных нарушений. Кроме того, в их ходе удалось опробовать все новации федерального закона о выборах. Это, прежде всего, возможность предоставления голосования по месту фактического нахождения. Это электронные протоколы и QR-коды. С этим мы действительно справились. Но результаты проведения избирательной кампании говорят о том, что необходимо повышать профессиональный уровень наших участковых избирательных комиссий. Свои голоса на избирательных участках за всех кандидатов на кресла в Зак Собрания отдали чуть более 30% сочинцев. Ну а вот на следующие выборы в марте 2018 года ожидается большая активность избирателей. Страна будет выбирать президента государства. К новой избирательной кампании сочинский избирком начнет готовиться уже в самое ближайшее время. Конструктивный разговор вместо громких требований. Пострадавшие при покупке жилья горожане присоединились к всероссийскому митингу обманутых дольщиков. Но прежде чем поднять плакаты на главной городской площади, сели с чиновниками за круглый стол переговоров. Конструктивный разговор за круглым столом то и дело перерастал в споры. Пока по всей России обманутые дольщики митинговали, в Сочи пострадавшие покупатели недвижимости решили договариваться. Правда, задать вопросы главным виновникам, застройщикам, не удалось. В основном все они уже отбывают срок за мошенничество. Городская администрация, что называется, взяла объекты на поруки. Один из инструментов администрации города Сочи – это мименизация технических условий, которые будут получать инвесторы по достройке этих объектов. Это поиск инвесторов, как таковых, оказание помощи застройщикам. Муниципалитет вообще не имеет никаких законных оснований работать с такого рода вопросами. Это забота краевых властей. Тем не менее, сочинцев, оставшихся и без денег, и без жилья, чиновники игнорировать не будут. Среди приглашенных участников – эксперты в данном вопросе. По их словам, количество обманутых дольщиков не сократится до тех пор, пока не будет налажена новая схема контроля. Я борюсь с коррупцией давно и сталкивался с Краснодарским краем лично. Не буду вдаваться в подробности. Не верю я, что застройщик начинает строить дом, и об этом никто не видит, никто не знает. Еще по нашей статистике, почему-то до момента продажи квартир, пока не появляются там собственники, никто к этому дому не подходит. Как только появляются третьи лица, начинаются сразу сложности. Для тех, кто уже оказался в такой ситуации, в принципе, не важны причины. Сейчас важно, как можно скорее решить проблему, чтобы люди смогли жить в квартирах, которые еще нужно достроить. Многие объекты под арестом администрации. За кругом столом несостоявшиеся новоселы и чиновники договорились о совместных планах. Мы пришли на этот совет, чтобы вы нас услышали и чтобы вы нам помогли. Чем вы можете нам помочь? Советом, так сказать, и так далее. Я вот не говорю, что по деньгам мы все пролетели. Я потрачу на эту квартиру, если вы разрешите нам ее достроить, в два раза больше средств, чем я на нее должен плагать. Сегодня в Сочи более двух тысяч пострадавших участников долевого строительства. В список не включены те, кто вложил деньги, например, в кооперативы и тоже столкнулся с обманом. При этом на курорте отмечается положительная динамика. За последний год количество проблемных объектов сократилось в полтора раза. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. К другим новостям. В минувшую субботу тело погибшего в Сочи дайвера подняли на поверхность. 16 сентября в пещере Подземная Хоста спелеоподводники подняли на поверхность тело утонувшего дайвера. Работы специалисты проводили на глубине 42 метра. После того, как тело было эвакуировано, спасатели при помощи альпинистского снаряжения на носилках подняли тело 49-летнего Владимира Федорова из сухой части пещеры и транспортировали его по каньону реки Восточная Хоста. Работы осложнялись сложным горным рельефом. Транспортировав погибшего из горно-лесной местности, спасатели передали тело сотрудникам полиции. Напомню, удмуртский дайвер погиб в подземном озере Воронцовских пещер при попытке погрузиться на 80 метров. Сочинских офицеров в запасе призвали на военные сборы. В стране приступили к реализации указа президента. Документ о военных сборах Владимир Путин подписал в начале 2017-го. Сегодня повышать свою квалификацию и знакомиться с новыми видами вооружения отправились 12 человек. Отправились сочинцы недалеко. Военные сборы пройдут здесь же, в Сочи, в части ФСО. И все же проводы защитникам Отечества организовали традиционные, как и всем призывникам. Отличие лишь в том, что эти сочинцы уже с военно-учебной специальностью. И, соответственно, старше привычных призывников. На военные сборы могут призываться граждане, не достигшие предельного возраста нахождения в запасе. В настоящий момент это 55 лет. Ни капли раздумий не было согласился, потому что сам я военный, с 13 лет. Закончил два военно-учебные заведения, кадетский корпус, академию. И сейчас с удовольствием схожу на воинские сборы. Переподготовка солдат, сержантов и офицеров будет длиться 10 дней. Вспомнят, как они служили в армии. Их ознакомят с новой техникой, с новым вооружением. И дадут азы современного ведения боя. Мы не стоим на месте. Поэтому им необходимо, конечно, периодически это проходить. Но прежде всего они поймут, для чего они предназначены. То есть мужчина предназначен защищать свою родину, защищать свою семью. И это прежде всего. Указ президента о призыве военнообязанных запаса на сборы затронет десятки тысяч человек. Россияне будут проходить сборы в вооруженных силах страны, органах госохраны и ФСБ. Призвать на сборы могут по повестке из военкомата, которую вручают под роспись. Принесут ее либо домой, либо вручат через работодателя. На время переподготовки сотрудник продолжает получать зарплату. Повторю, что проверочные сборы проводят для проверки боевой и мобилизационной готовности воинских частей и комиссариатов. На них могут попасть уже отслужившие в армии граждане или находящиеся в резерве. В Сочи заработала доставка документов из МФЦ в центрах МАИ Документы. В Центральном районе началось тестирование новой услуги. Результаты и готовые дела доставляют по месту жительства граждан-заявителей или в офисы организаций. Все максимально просто. После оформления документов в центре на улице Юных Ленинцев заявитель обращается к специалисту и указывает, что желает получить услугу по доставке готовых документов по указанному адресу и в удобное для себя время. Результаты привезут и по описи передадут лично в руки заявителю. На сегодняшний день эта услуга пока действует только на территории Центрального района. Если она будет востребована, в дальнейшем территорию доставки планируют расширить. Стоимость услуги от 280 до 475 рублей в зависимости от адреса доставки. Оплата производится через терминалы центров МАИ Документы, сообщает пресс-служба центров. Жители Красной Поляны отметят день рождения поселка традиционным забегом. Начнется праздник 23 сентября в 10 часов в поселковом парке. Все желающие смогут принять участие в Краснополянской версте. Для юных участников забега будет организован сладкий стол. Помимо этого в парке развернутся художественная и цветочная выставки. На стадионе пройдет футбольный турнир на кубок главы Краснополянского поселкового округа. В 17.30 в Доме культуры состоится конкурс красоты и таланта «Мисс Красная Поляна». А в 19 часов жителей и гостей поселка приглашают на праздничный концерт с участием творческих коллективов. Кульминацией праздника станет фейерверк. Международному инновационному университету 20. Студенты и преподаватели отметили юбилей вуза необычно широко. О том, кто пришел поздравить вузы, каких успехов добился Международный инновационный университет, об этом в нашем следующем сюжете. День рождения вуза, 20-летие – это всегда событие значимое. Еще перед входом в Международный инновационный университет чувствовалась праздничная атмосфера. Преподаватели и студенты поздравляли друг друга с юбилеем. Это всего-навсего 20 лет. Но за 20 лет мы с вами сделали очень многое. Впервые в городе Сочи мы создали докторские советы по экономике, по психологии, по педагогике. Мы создали и открыли аспирантуру и докторантуру. Гостей в день рождения вуза было много, и все непременно отмечали высокий уровень учебного заведения, которое имеет свои научные, педагогические и культурные традиции. Вуз входит в Международную ассоциацию европейских университетов, сотрудничает и поддерживает творческие связи с ведущими учебными заведениями Европы и мира. Всероссийская неделя вузовской науки тому подтверждение. Во всех мероприятиях Международного инновационного университета принимали участие известные в научном мире доктора наук из США, Франции и Германии. Вы добились очень хороших результатов. Было выпущено многие тысячи высококлассных специалистов для различных сфер экономики России. Для бизнеса, для промышленности, для науки и образования, для госслужбы. А сколько спортсменов было подготовлено. Достижением университета является профессиональный кадровый состав. Только за последние пять лет его руководители дважды получали премию правительства России в области образования. Устоять, выдержать все испытания и при этом развиваться – это как раз те важные векторы, те индикаторы, которые говорят об устойчивом развитии образовательного учреждения. Я, в свою очередь, от администрации города хочу поблагодарить, Михаил Николаевич, в вашем лице, всех ваших преподавателей, всех ваших студентов за то, что вы на протяжении всех 20 лет являетесь устойчивым социальным партнером администрации города. 20 лет – это немного на самом деле, но 20 лет – это возраст молодости, здоровых амбиций, это возраст энергии и возраст такого движения. И на самом деле вы в полной мере все это демонстрируете. Это здорово. Важно отметить, что практически все выпускники университета трудоустроены и работают в различных управленческих структурах и дальше-дальше, где они работают. Так вот это ключевой вопрос – все трудоустроены, значит, качество у вас великолепное. Все выпускники университета трудоустроены и работают в различных управленческих структурах, федеральных и городских органов власти, являются руководителями банков и крупных коммерческих фирм. Многие уже стали кандидатами и докторами наук, А в стенах вуза студенты не только получают специальность, но и развиваются творчески. В рейтинге Министерства образования и науки России Международный инновационный университет традиционно занимает ведущие места. В этом году он вошел в десятку лучших вузов страны. Сочинские самбисты заработали путевку на первенство России. Спортсмены из Лазаревского района отличились на всероссийском турнире по самбо «Кубок двух морей», который прошел в Керчи. За медали приехали сражаться более 700 участников, представляющие разные регионы России. География широка. Сочи, Казань, Липецк, Таганрог, Москва, Воронеж, Дагестан, Курск, Республика Коми, Саратов, Киргизия и Абхазия. Сочинец Григорий Авидян завоевал серебро турнира в тяжелой весовой категории, а его товарищ по команде Эдуард Аганессиан в весовой категории до 38 килограмм. Лазаревские самбисты заработали путевку на первенство России. Главный старт страны в национальном виде борьбы. Бронза турнира досталась также лазаревцу Ливану Манукиану. Второй день турнира принес еще награды в копилку сочинцев. Серебро у Карена Антоняна, а бронзу с боем взял Артур Минасян. Тренирует всех призеров, мастер спорта международного класса, педагог 4-й спортшколы Олимпийского резерва Руслан Антонян. В санатории «Знания» отметили День туризма. На большой праздник пригласили друзей и партнеров санатория. В ходе большого праздника, который прошел в формате партнерско-делового ужина, подвели итоги высокого летнего сезона. Расскажет Ольга Десятого. В караоке-шоу в таком формате в этом году в санатории «Знания» решили отметить День туризма. На входе гости могли сфотографироваться в оригинальной фотозоне в виде сцены, а уже на партнерско-деловом ужине выйти на настоящую сцену в рамках караоке-баттла. Мы пятый год уже проводим вместе с партнерами и подводим итоги фактически каждого года традиционно в тематике День туризма. Но и каждый год мы делаем определенные тематики. В этом году это будет караоке-шоу, караоке-баттл. Все столы, они у нас все с нумерацией, поборются за главный приз – 100 тысяч рублей на путешествие мечты. В День туризма санаторий «Знания» на большой праздник приглашает туроператоров, турагентов, поставщиков товаров и услуг для санаторно-курортной сферы. Всех тех, кто в высокий сезон помогает принимать гостей и делает их отдых комфортным. Партнеров, с которыми санаторий связывают годы успешного сотрудничества, «Знания» отмечает благодарственными письмами. Еще одна традиция – вручать персональные стипендии студентам Сочинского госуниверситета. На этот раз стипендию в размере 60 тысяч рублей получили сразу два студента СГУ – Диана Бежанян и Егор Алексеенко. Ну а партнеры «Знания» в свою очередь предоставили подарки для праздничного розыгрыша призов. Каждый из них внес свою лепту в удачный летний сезон здравницы. Лето, отметил генеральный директор, выдалось непростым, но санаторию есть чем гордиться. В недавно опубликованном рейтинге топ-100 российских санаториев по эффективности санаторий «Знания» вошел в топ-10. Для нас это, конечно, очень серьезное признание результатов нашей работы. И у всего коллектива есть очень хороший, серьезный повод для гордости. На самый большой повод для гордости отмечают санаторий – это гости, которые, отдохнув здесь один раз, обязательно возвращаются снова. И не только летом. Санаторий «Знания» сегодня – это санаторий с круглогодичной загрузкой. Как говорят в здравнице, лето закончилось, но высокий сезон продолжается. В Сочи в эти выходные прошла ярмарка недвижимости. На площадке встретились добросовестные застройщики, риэлторы и покупатели, а также регистрационные органы, сервисные и страховые компании, финансовые и юридические структуры. Один из самых больших павильонов был представлен группой компаний «Альпика». «Альпика Групп» на рынке недвижимости в Сочи с 2007 года. Все объекты, которые сдает застройщик, не вызывают сомнения. Профессиональные и квалифицированные сотрудники компании ответственно выполняют свою работу, оперативно решают производственные вопросы и ставят в приоритет качество своих услуг. Каждый год все увеличиваем и увеличиваем обороты. Если раньше мы могли строить маленькие дома, начинали с них, теперь это уже большие жилые комплексы, мы продолжаем расти каждый день. Мы сейчас предлагаем всю нашу компанию, мы разные объекты показываем, и те, которые уже у нас сданы, о них также рассказываем, и те, которые будут только у нас в планах. То есть заранее подготавливаем людей, чтобы они следили за нашими новостями, приходили, интересовались. И когда откроем уже продажи, я думаю, люди успеют быть первыми, что очень важно. Сейчас на счету «Альпики Групп» около десятка жилых корпусов. Все свои объекты компания представила на ярмарке недвижимости. Ознакомиться с предложениями можно на сайте застройщика alpikadefisgroup.ru, а вскоре компания выйдет на рынок с новыми объектами. Продвигаем около трех объектов, которые строятся, и планируем еще четыре больших комплекса. Мы планируем запустить жилой комплекс «Мерката». В «Адлере» также у нас будет жилой комплекс «Адлер», так и называться. Есть некоторые объекты, о которых мы пока молчим, но это будут грандиозные проекты, и поэтому мы хотим о них заявить уже во всеуслышание чуть-чуть попозже. Девиз застройщика – надежность. Сотрудники компании Alpika Group внимательны клиентам, предоставляют всю информацию об объектах и проводят сделку от начала до конца. Основной офис находится на улице Кооперативная, 8. Кроме того, у каждого объекта есть отдел продаж. Телефон для справок 8-862-29-37-75. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». С надежными застройщиками в Сочи работает компания «Алмаз Юг». Она также вышла со своими предложениями на ярмарки недвижимости. Компании 25 лет. На сочинском рынке недвижимости организация работает с 2005 года. Оказывает помощь по продаже, покупке квартир от застройщика, приобретению дома у моря, обмену вторичного жилья. «Алмаз Юг» работает совместно с Российской гильдией риэлторов. Руководитель компании Михаил Цитов – почетный член Южной палаты недвижимости. Он стал гостем ярмарки и принял участие в ее открытии. Клиенты компании «Алмаз Юг» всегда отмечают качество и надежность. Риэлторы работают только с проверенными застройщиками. Проверяют юридическую чистоту всех сделок. На ярмарке недвижимости «Алмаз Юг» представил два объекта, введенных в эксплуатацию и построенных по всем нормам и правилам. Это жилой дом «Алмаз» на Целлиной и жилой дом на улице Полтавская, 8. Квартиры с чистовой отделкой. Мы изначально эти объекты ввели на этапах стройки, следили за всеми строительными этапами. Там соблюдено все. То есть есть и детские площадки, и территория огорожена. Допустим, на том доме Полтавская, дом 8, там у нас и до моря по прямой 800 метров, есть и зона барбекю, есть и парковки. Организация находится по адресу улица Несебрская, дом 6, офис номер 505. Телефон для справок 8 800 770 0901. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Итальянская компания-производитель «Циркония» проводит акцию в клинике «Валеденталь» «Циркониевые коронки по цене металлокерамики». Чайковского 3. Телефон 254 57 07. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.